Здравствуйте, уважаемые зрители телеканала Десна ТВ. С вами в студии Алина Сазонтова. Ближайшие 10 минут о главных событиях города и области. Смотрите в информационном выпуске. Метапредметная олимпиада школы Росатом. Плановое совещание у главы города. Интеллектуальный турнир для детей с ограниченными возможностями. Электрохимический завод – основной поставщик изотопов для международных научных проектов. Росатом изготовит оборудование для мусоросжигательных заводов. Метапредметная олимпиада школы Росатома организуется с 2014 года. В этом году она впервые проводилась с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного фондом президентских грантов. Это мероприятие помогает школьникам увидеть те сверхрезультаты образования, которые они получают, иногда не осознавая это. Ежегодно метапредметная олимпиада проводится в два этапа. Первый этап – муниципальный, в нём могут принять участие по нескольку команд от каждой школы города. Каждая команда состоит из четырёх человек – это ученики пятых-восьмых классов. У всех участников команды разный багаж знаний по школьным предметам и разный опыт в решении различных задач проблемного характера. В Десногорске в первенстве приняли участие 32 школьника, а это восемь команд. Такой формат проведения мероприятия позволяет ребятам показать и свои индивидуальные особенности, знания, умения, и в то же время учит работать в команде, учит взаимодействию. Этот проект школы «Русатома» помогает всем без исключения детям осознать, что школьное образование не сводится только к изучению различных школьных предметов. Оно даёт достаточный культурный уровень и серьёзный багаж надпредметных умений, которые позволяют человеку добиться успехов в любой деятельности, если суметь этим воспользоваться и развивать дальше эти умения в себе. На самом деле метапредметная олимпиада даёт мне больше знания об окружающем мире. Я могу познакомиться с новыми людьми, испробовать свои новые возможности, знания. И я участвую в метапредметной олимпиаде уже второй год, и считаю, что с каждым годом я развиваюсь ещё лучше и сильнее, участвуя в ней. Я участвую второй раз в метапредметной олимпиаде. Это имеет для меня важное значение, потому что это развивает мой кругозор знаний. Я узнаю больше. Ребята выполняли два задания. Одно групповое, второе индивидуальное. Каждая десногорская команда приложила максимум усилий для того, чтобы стать победителем. И вот после подведения итогов была определена лучшая, которая представит наш город в финальной метапредметной олимпиаде. Ею стала команда первой школы, руководитель, педагог Юлия Михеева. Долго шли к этой победе. Три года мы её ждали. Что было самое главное и самое сложное? Это сформировать команду. Необходимо было научить деток, ведь они все с разного класса, с разных коллективов, научить работать в команде, брать на себя лидерство, принимать решения, распределить так обязанности, чтобы каждый приносил некую пользу. Вот это самое главное и самое сложное. Но мы с этим справились. Победа – это для меня довольно большое достижение. Для меня это было что-то новое, неизведанное. Больше всего мне понравилась работа в команде. Все участники метапредметной олимпиады «Школа Росатома» были отмечены дипломами и ценными призами. А команда «Победитель» получила путёвку отправиться в апреле в Красноярский край, город Зеленогорск, на финал. 6 марта заместитель главы города Александр Новиков провёл плановое совещание с председателями комитетов и руководителями муниципальных предприятий и коммунальных служб. О том, какие вопросы рассматривали на совещании, мы расскажем в нашем сюжете. Проводил совещание заместитель главы Александр Новиков. От имени главы муниципального образования в городе Санаборске Андрея Николаевича Шубина я хочу сегодня поздравить всех женщин нашего города с наступающим прекрасным праздником Международным женским днём и пожелать здоровья, благополучия, красоты, счастья и всегда чувствуйте нашу мужскую поддержку, нашу первую мужскую причину. 12 февраля состоялись электронные торги на выполнение капитального ремонта в 19-м доме 2-го микрорайона. Замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт в многоквартирном доме, номер 19, 2-го микрорайона. Подрядчик ООО «Высота», начало выполнения работ с 19.03.18, срок выполнения работ не позднее 125 дней с даты начала выполнения работы. Инженерные сети города работают в штатном режиме. Учреждения культуры готовятся к праздничным мероприятиям. 7 и 8 марта в нашем городе стартует фотоконкурс «Хэштег Десногорск, ты прекрасна». Первая площадка работает 7 марта в Центре культуры с 15 до 18, вторая площадка 8 марта с 12 до 16 в Центре города, с 18 до 20 в Нейтрино. Также 11 марта мы приглашаем всех жителей и гостей нашего города на межрегиональный отборочный чемпионат по рубке «Шашка Казарла». 10.45 – центр нашего города. Проект «Школа Росатома» продолжает работать. Команда воспитанников Дома детского творчества заняла у нас третье место в конкурсе по следам Жюль Верна в рамках проекта «Школа Росатома». И от всей души хочется поздравить их с этой значимой достаточно победой. И вчера у нас прошел муниципальный этап метапредметной олимпиады, также в рамках проекта «Школа Росатома». И приняли участие 8 команд. Команда «Школа номер один» стала победителем и примет участие в очном этапе в городе Зеленогорск. Начался второй этап голосования по проекту «Комфортная городская среда». Голосование открыто. Второй этап голосования открыто. 28 февраля по 17 марта. Напомним, в рамках приоритетного проекта «Комфортная городская среда» в 2018 году в Десеногорске будет благоустроена общественная территория. Выбрать, какая именно, должны сами жители города. Выбор осуществляется по направлениям. Территория городского пляжа, парковая зона между первым и вторым микрорайоном, пешеходная зона третьего микрорайона и парковая зона четвертого микрорайона. Сделать свой выбор можно на сайте администрации, на главной странице и в разделе «Комфортная городская среда». Также напоминаем, что финальное голосование пройдет 18 марта. Места для рейтингового голосования определены. Информация размещена на сайте администрации. Всех приглашаем. Инфекционные заболевания регистрировались в Десногорске в обычном режиме. В выставочном зале Десногорского музея пройдет литературно-музыкальный вечер, посвященный памяти Сергея Есенина. Приглашаем всех десногорцев 10 марта в 17.00. Жители Десногорска могут принять участие в фотоконкурсе, посвященном Международному женскому дню. Чтобы принять участие, необходимо сфотографироваться на фоне праздничного баннера. Сделать это можно 8 марта на территории городской эстрады с 12 до 15. Им не три, но с шести до восьми вечера. Затем выложите фото на сайте ВКонтакте с хэштегом «Десногорск, ты прекрасна». Итоги подведут 9 марта. Авторы трех фотографий получат призы. 5 марта в Десногорске прошел финал интеллектуального турнира среди детей с ограниченными возможностями. Подробности далее. Турнир «Новые форматы общения» проходил в три этапа. Первые два этапа проходили в онлайн-формате. Заключительный этап прошел в Десногорске. В нем приняло участие 10 команд. Ребята приехали со всей Смоленской области. Все вопросы турнира были посвящены знаниям о родном крае. В 2017 году Десногорской городской организации «Общество инвалидов» была подана заявка в фонд президентских грантов на получение гранта для реализации проекта «Новые форматы общения». Проект был одобрен фондом на средства гранта и был проведен интеллектуальный турнир. Мы очень готовились к нему, очень ждали этот день и приехали сюда и хотим уехать с победой. Мы очень-очень хотим, чтобы наша команда победила. Хотим передать привет интернету нашему, который нас сейчас поддерживает, ждет и любит. Вопросы интересные, сложные, но я думаю, что мы все к ним готовы. Ребята с интересом соревновались в турнире, общались со сверстниками и получили новые знания. В итоге места распределились следующим образом. Первыми стала команда из Ярцева, на втором месте ребята из Сафонова, третья команда из Демидова. Десногорские ребята заняли четвертое место. Росатом продолжит поставку изотопов для крупнейших научных проектов, в частности для эксперимента ГЕРДА, который проходит в Германии, и для международной группы ученых в Южной Корее. Оба исследовательских проекта направлены на изучение свойств нейтрино. Южная Корея. Центр подземных исследований в области ядерной физики. Здесь, на глубине двух километров под землей, международная команда ученых ведет эксперимент, результаты которого могут показать неточность основополагающей физической теории – стандартной модели элементарных частиц. Для исследований необходим стабильный изотоп молибден-100 в количестве нескольких десятков килограммов. Единственным в мире предприятием, способным обеспечить этот объем, стал Зеленогорский электрохимический завод, входящий в структуру Росатома. С 2016 года ЭХЗ ведет бесперебойную поставку молибдена-100 на территорию Южной Кореи. Мы высоко оцениваем качество производимого электрохимическим заводом изотопом молибден-100. Электрохимический завод – крупнейшее разделительное предприятие в мире. За последние 40 лет на нем налажено производство более 100 стабильных и радиоактивных изотопов 20 химических элементов. Изотопная продукция из Сибири используется в медицине, атомной и электронной промышленности, в авиакосмической индустрии и диагностике материалов. Изотопы ЭХЗ участвуют более чем в 20 научных международных программах. ЭХЗ и его продукция заняла заметную роль, в том числе в тех научных проектах, которые находятся на самом переднем крае человеческой мысли. В рамках коллаборации международной ГЕРДА, а это изучение свойств нейтрино, действительно, это такой научный космос, понимаете. Это радует и вселяет определенные надежды на долгосрочную перспективу. На сегодняшний день электрохимический завод занимает около 40% рынка стабильных изотопов. Его продукция поставляется в 26 стран мира. При этом, за счет реализации новых инвестиционных проектов, создания новых технологий и повышения эффективности производства, объем поставок и номенклатура продуктов постоянно растет. Росатом поставит оборудование для четырех мусоросжигательных заводов, которые планируется построить в Подмосковье. В соответствии с контрактом, предприятие «Атомэнергомаша» «Зиоподольск» изготовит 12 котельных, 4 турбины и воздушные конденсаторы. Эти необычные здания в центральных районах Вены, Люцерна и Копенгагена – ничто иное, как мусоросжигательные заводы. Они не только избавляют европейцев от бытовых отходов, но и обеспечивают их электроэнергией и горячей водой. В 2022 году такие заводы, работающие по японско-швейцарским технологиям, появятся и в России. Но уже сегодня к разработке их сердец, котельных установок, приступили специалисты «Росатома» из машиностроительного дивизиона. Наше подразделение работает над проектом нового котла для завода по термическому обезвреживанию ТКО. Данный контракт включает в себя, помимо котла, еще и поставку паровой турбины с электрогенератором и систему воздухоохладительной установки. То есть это достаточно крупное вспомогательное оборудование основное, которое будет обеспечивать работу данного завода. Все спроектированное оборудование будет производиться в стенах машиностроительного завода «Сио Подольск». Для этого на предприятии готовят специальную производственную площадку, набирают дополнительный персонал и проводят его обучение, закупают новое сварочное оборудование и осваивают уникальные сварочные технологии. В частности, наплавку термостойкой проволоки на внутреннюю часть панелей котла для его защиты от высоких температур. Раньше эти панели привозились за рубежа, сейчас мы хотим это освоить сами, чтобы не быть зависимым от других поставщиков. Освоение производства котельного оборудования для мусоросжигательных заводов станет одним из неатомных бизнесов «Сио Подольск» с достаточно долгосрочными перспективами. Дело в том, что только в ближайшие годы в России планируется построить пять предприятий по термическому обезвреживанию твердых бытовых отходов. Четыре завода в Подмосковье и один в Казани. В дальнейших планах строительство еще нескольких МСЗ в Сочи, Минводах и Натамане. По оценкам экспертов, сумма контракта на изготовление оборудования только для одного завода может составлять более трех миллиардов рублей. Это все новости на сегодня. С этими и другими событиями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disneyadefistv.ru. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин